итак вот это пипен шафранный друзья и он лежит до следующего урожая не два таких сорта осенние синап северный и пипен шафранный до легкие я не стал их собирать нет не так я собрал я их раскладывал там по этим сам по скамейкам на улицах чтобы люди ели вот но это покрупнее действительно они довольно приличные а все что я выбракал вот она оставил этим самым птицам оставил там мышам все это пойдет переработку никогда ни одного не уберу и утверждаю что взять грабли убрать по сгнившие там допустим или яблоки сгрести убрать траву скошенную убрать эту самую листву сброшенную оставить оголить дерево оставить его без еды это одна из величайших ошибок поэтому я фотографии показал вот они последние яблоки вот они такие а что интересно знаете а я сейчас покажу у меня получилось так я заметила я посылку пересылал красоярск это я к савинчу обращаюсь вот там не было очень крупных яблок почему висят зараза и не по а мой принцип заключается сейчас покажу следующем вот видите а принцип такой пока самой не отвалится вот он этот черешок я не имею права снимать я себя так зашугал что никогда и они висели выпал снег ударил мороз 15-20 градусов они упали и оказались под снегом снег растаял вот он уже растаял видите когда это фотографии делал с 13 позавчера да вот они на дереве все замерзли а по снегам они были вот такие вообще и тогда я собрал следующую партию внимание вот они падали немного пользу собственными вы видели сок капал сейчас вот это самое вот так лежит вот у меня два голдена они зараза разные уши может сделать немножко стали отличаться я еще не разделил до конца вот видите вот чистенько вот так так под снегом и лежит а которая на дереве еще я показывал фотографии вспомните там голод этот розмарин показывал так и висят и сейчас еще висят потом на всякий суд я нашел последнее яблоко это называется хотя этот чернобаев не признал она полностью расцветку поменялось бежевая осталась только приплюснутая форма это богатырь вот отлежалась нормально жигулевская нашел последнее еще тверже то есть и под снегом лежат это для меня железо открытие было снег растаял на улице мороз ну там пять-шесть вот а им хоть бы хны ну чуть-чуть еще покажу для примера жигулевской показал а вот это кстати во 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 вдруг не то пока вот жигулевская так запоминайте пригодится вот а вот это мое открытие я никогда не занимался сортом лоба когда у меня одно дерево недавно заплодоносила прошлом году немножко а в этом году множко то есть там ведра три весело мощное прекрасное дерево долго развивалось не знаю почему сколько ему шесть-семь лет в этом году ведра три вот таких отборных яблок я когда прочел название лоба этого и сергей или и мне память подвела я открыл для себя сорт лоба я уже черенков нарезал и уже окончаются они у меня несколько осталось да вот это такое чудо оказалось они легкие твердые сейчас висят еще и сейчас висят вот видите сколько я вам наговорил это только потому что снег упал они упали в снег они отлежались даже в день и полосе было снегом прикрыта вот так остались твердыми ладно почему я говорю и хотя вы заметили я все эти годы проекты почти не говорил я все про персики помните как волк говорил овцы да козы а медведь говорил это самое коровы да барайди в общем каждому свое ладно теперь вот эта тема раскрыл как мог да а и вот я все это добро вот и кто-то уже есть конечно вот эта машина ради бога жрите не жалко вот все остается отходы деятельности насекомых всех кого угодно птиц там этих пусть даже грызунов все остается тут никогда за всю жизнь я не взял ни одного квадратного метра не выберем но почему-то а мой сад жив здоров и вот эти сказки вот здесь зимуют эти проклятые насекомые они сожрут дерево запоминайте друзья здоровое дерево обладает иммунитетом ко всей этой парше это самое к сейчас скажу к насекомым всем жукам гусеницам этим самым тле ко всем тля прилетела попробовала как она может здесь на здоровом дереве выкормить детей как им же кушать надо она только насчет сосать и сразу умирает а рядом дерево изувечина мною изувечина заметьте я с него взял 50 веток это плохо но подчеркиваю всегда у меня таких секретов всему свету полно всегда отрезаю природстве последнего года это минимальная вред а так как нас учат целиком метку ты вы помните сколько его столько оставлять это тоже плохо лучше мне подходить вот но это все-таки минимальный вред и 50 веток срезал и дерево же но на нем уже три больше вот так идем дальше вот это вот шелковица я прошу прощения немного нет человек 10 всего попросили нарезать веточки шелковицы смотрите что я сделал последний раз я срезал позапрошлый год я от жадности продавал там по 100 рублей вот штук 50 а может 110 тысяч заработал и практически единственное дерево шелковицы угробил когда пришла весна листья были только на 1 3 лет третьей части я сказал все ребята посмотрели на фотографии плоды видели все честно но больше вы ближайшие годы не попробуйте вот что значит обрезка шелковица нежнейшая вещь в сибири шелковица сибири ну-ка вспоминайте а в алексейка есть может это на пару раз утепли у него в челябинске а в сибири ну-ка вспоминайте у кого она есть а помнили а вот где-то по слухам черемушка когда 30 лет назад я искал черемушка я познакомился с боднером и кто-то мне и он сказал где-то у нас у одного шелковица есть так и не нашел видите вот так я от жадности это помните меня обвинили в этом стяжательстве один товарищ такой вазинский кажется будет такая это мужик попался въедливый но это уже коротко вот они совершенно здоровые потом собрал привез домой они все раздаю всем коммунилим всем уже стонут говорят не надо больше можно наелись мы видеть не можем всем знакомым всем вот это интересный момент однажды я чуть когда увидел сто шесть семьдесят шесть грамм на поздний филиппе все я чопнулся вот окажется нет я пошел магазин оказалось все таки 116 весы свихнулись вот а на самом деле поздний филиппе 116 но запомните все что больше 90 грамм это элита из элит это вы не найдете ни в одном институте ни в одном университете ни в одной академии ни в одной неистинского хозяйства ни в одном гсу включая крым вот это наша прерогатива вспоминаем мой каталог есть там поздний филиппе черенки а именно черенки даже вот с этой косточки да где она а ну тут у меня есть еще другие подойти тут нет другом месте где у меня вот так разломаны вот это роскошной косточки уже 118 грамм вряд ли получится один прислал фотографии у него получился мой королевский из кости крупнее чем с прививки но это есть слабый человек я вам показывал хвастался а здесь получается прививка и вас плоды будут сто шестнадцать грамм сто восемнадцать сто десять и внимание только вы можете обойти нашу людмилу из калининграда у которой мой бай а у никогда не был крупнее 100 грамм у нее получилось сто тридцати граммовая на сливу привил представляете сколько возможности вспомните персик привитый на степную вишню это же догадаться до такого если почувствовал себя учеником первого класса когда мне шаломай прислал эти фотографии разве не интересно жить друзья вот видите в руках у моей помощницы у юли запоминайте и в следующем году меня не будет будете у нее это ей писать вот или сергей на пожалуйста пришлите черенок розмарин вот это яблоко последний лежала под деревом так а в руках это когда было позавчера а в руках у нее две веточки я с того дерева срезал веточек 15 ходил вокруг этого 2 и последний думаю все угробливать вот и среду всего две веточки так что сейчас розмарин сегодня завтра кончится ждите еще год потом вот впервые нарезал коричные у меня первый урожай был в прошлом году нет в прошлом году не было в этом году дерево растет в абсолютной тени плохо развивается но ветки дало довольно длинные полуметровые поэтому я все таки коричь она пустое все таки а это уже на морозе висело после мороза остались то есть вы убедились что на зимние мне многие осенние сорта оказались зимой идет перестройка генома хотя то что я сказал перестройки генома это кощунственные слова этого не может быть из-за этого сотни людей оказались из-за слов перестройка генома сотни людей оказались в сибири могиле в тюрьмах а сейчас все железу взял ляпку перестройка генома вот и никто и не заметит этих слов помните прошлом году я показал фотографию меня спросили есть у вас прозрачный подвернулась фотография под руку полупрозрачная есть это медовая ни одного не срезал ни одна веточки и никто от меня не дождется единство дерево трясусь как это вы знаете хочу чтобы понять меня правильно страшная беда 10 лет 8 лет накинулся на сотни тысяч я мы уже были впереди всей европы европейском там костроме где там я знаю конкретно с людьми общался там питере в москве подмосковье там в сызране там это самое в липецке это самый кургане везде близко не было такого количества яблок как у нас сибири когда это все заполонило наш регион яблок груши нет груши тут отдельно поработали с ними груши отстали безнадежно но почему кстати вот потому что никто не знал вот этой агротехники что это груша что нельзя не так не резать вот из-за этого по грушам отстали уничтожали их растили уничтожали яблони покрепче не выдерживали абрикосы абрикосы играю нас уступил я сейчас пусть я уже так сказать в объеме говорю но это очень важно абрикосы на вот эти наши склонах у нас же все поселки все эти и дальше участки это вот такие склады люди хотели их уничтожить они смогли быстро стекало это не задерживаясь вода стекала во время весеннего полуодия не смогли и они долго долго держались пока их не научили эти же специалисты где делать искусственные штампы потом их добили но главное пришла беда стресса только яблони поразила какая-то неведомая как ее назвать бактериологическая болезнь я назвал бактериальный рак но это сам 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 провозглашенное название вот это самое обращались абаканские специалисты в эти самые надзоры на органы там найдите вас есть экологи у вас есть лаборатории найдите причину ничего не получилось мне просто неудобно их высмеивать уже я уже это тоже с вами проходил бесполезно уничтожены сотни тысяч и я тогда эти два года ездил их не сразу выпилили и вот ездишь по этим улицам такие огромные яблос докажем по 20 30 40 лёдер было и вот они стоят мертвые а почему я тогда кричал караул я снимал фильмы я 600 с повторами передать за два года под пятиминутных организовал я сделал все что мог не везде не режьте не режьте не режьте не режьте они и без этого могут погибнуть ну по крайней мере не ослабляйте момент истины месяц два назад провели на саду привезла подругу она же завла по грибам университете завла не шутки фотографии вам показывал искали грибы не нашли а здесь все яблони мертвые вторая сторона мертвые третье мертвые чуть дальше мертвые а спят с пятой стороны дорога там нет а у меня все цело а я отказался от этого страшного прививки не прививки обрезка на кольцо вот эти бесконечные искусственные штамбы где вот так вот сок должен между ранами пробираться его не хватает для кроны почему этого никто не видит вот тогда произошло размежевание мою полное и теперь я имею право всю эту агротехнику которая помните поливкина назвала традиционной уродливой подлой преступной вот что это такое агротехнику